Вчера, это событие происходило вчера в Харькове, у нас был молодежный форум, общественным советом слабо-ночь на организованном. Ряд СМИ, печатных, в том числе и корреспондент, сегодня осветили с одной стороны только это событие, они просто написали о том, что принят ряд решений, принято обращение к президенту, на подогреватель попал, в том числе Сергей Быстров, но это никак не было прокомментировано, и вот эти события, участие активистов тоже не было прокомментировано. Пожалуйста, Сергей и Александр, они расскажут подробнее о том, что происходило. Ну, в принципе, вы сами все видели, подробнее. Ну, фигура Аллы Александровской, по-моему, на Харьковском, да и вообще не только на Харьковском, а на политическом и в небосклоне Украины, ну, по-моему, уже достаточно одиозна. Когда узнали о том, что собираются проводить экономический форум, естественно, захотелось прийти послушать. Кроме, к сожалению, пришлось потратить, ну, достаточно долго времени, потому что ждали, когда придет еще пандельсик заявит о своей птице. Тоже хотелось бы услышать и подискутировать на тему, а агрессор ли Россия, либо не агрессор. Ну, не должно добиться. Так как женщина, так как, ну, вы сами видели, были все взрослые люди, но не это больше останавливало от радикальных действий, а потому что они пришли. Ну, форум проводился для молодежи, было очень много студентов. И как раз вот эта вот борьба за эти юные головы хотелось донести до них. Чтобы они нас услышали, не только о собаках форума, чтобы они услышали, чтобы они поняли, почему опасно вообще таким политикам что-либо, о чем-либо говорить. Человек, который привел войну на нашу землю, который, владыка которой, в Харькове чуть не случилось, Харьковская народная республика. Сейчас пользуются, ну, теми проблемами, которые возникли в стране. И пытаются под разными личинами, опять-таки, вернуться к этой идее. Мое понимание, мое отношение к происходящему, это попытка, заобранная попытка, все-таки вернуться к созданию в той или иной степени Харьковской народной республики. Давайте посмотрим на то, чем занимается ее сын. На данный момент он в Белороде. Служба безопасности его обоснованно подозревает в способствии, в способствовании харьковским террористам. И, в принципе, он сейчас этого сам не отрицает, потому что дает пресс-конференции в Белороде и, называя харьковских партизанам, узниками и всем остальным, рассказывает о полиприятных. То есть, те люди, которые в прямом смысле несут войну, то есть устраивают теракты и сын, когда сын тот в прямом смысле, а у Александровского пытаются вот таким образом все-таки подготовить почву для того, чтобы создать у нас в Харькове очередное ДНР и ЛНР. Естественно, мы не могли остаться за стороне, пришли и сделали то, что сделали. Вы сами увидели. Но не это суть, но не в этом суть. Суть в том, что после того, когда вы сейчас увидели, как происходило это все, после этого появляется репортаж на РБК, на 112, где говорится о том, что форум прошел все в порядке, было принято обращение к президенту, никаких вопросов не возникло. И мало того еще, чуть ли не про вас сектор подъезда. Но это как раз показывает коммунисты, как действовали своими методами, все же и так и дальше продолжают действовать. Ну, слава. Меня зовут Александр. Я просто активист, крикоричанин, живу и сожжу в Городову, совместно с ребятами из ДУКа. Там был также молодежный город Азова. Мы принимали участие в заведующей акции. Что лично для меня, в моем понимании, то, что произошло вчера. Почему я там был, объясню. На паню Александровскую, ну, лично я обратил внимание, примерно недели-две назад, может, чуть меньше, после выбора. Обратил после появления в ряде СМИ, в том числе корреспондент, это РБК Украина, информацию о том, что в Лазовском районе в Берепе, якобы, прошли многочисленные митинги. Мне стало интересно, я начал разбираться, что же там произошло. Если по Лазовой, там было просто искажение, очень простой факт о том, что проводилась это глава района, на самом деле это поселка Головатова, поселок, который присутствовал на этом видео, когда он там сидел 3 седуны вечера. То есть, в принципе, особо информацию не исказили, то ситуация по мере, ситуация намного интереснее. Расскажу о ней чуточку больше. Значит, заявлено теми же самыми источниками, которые распространяли вчера эту информацию массированно. Это РБК, это 112 канал, это корреспондент, ряд менее известных сайтов, которые не пользуются, в принципе, авторитетом населения, но создают определенную, скажу так, главную информационную губль в Яндексе, то есть, позволяют вывести, на мой взгляд, по определенным поисковым запросам определенную нужную, выводную кому-то информацию в топ-10 поисках. Что конкретно было сделано в Верепе? И где ресурсы? Опять же, я не ссылаюсь конкретно на паню Александровскую, потому что она всячески вчера, она подтвердила в очередной раз, она отрицает взаимосвязь с этими новостными ресурсами, но у нас есть своя позиция, тем не менее, я не буду ее доказать, я просто сам подконцентрирую сейчас. По информации из-за митинга в Мерепе, присутствовала информация, что коммунисты, во главе Санкт-10 поисковым, под тем же девизом Слобожанского объединения, которое они сейчас продвигают активно, провели тысячный митинг. Подтверждение этому на сайтах в интернете, которые выживались, присутствовала фотография, где действительно в центральном площаде Мерепе много людей, достаточно, не берусь в судить количество, не считал, но достаточно многолитных. В общении с Мерепьянами в тот же день, я задал прямой вопрос, знакомый с Мерепе, ребята, это у вас было вообще такое, потому что это, как говорилось, что это проходило время часа дня. Мне Мерепяне сказали, вот площадь наша, тоже подтвердили мою догадку, но сказали, что это было не сегодня, потому что на момент, когда происходило это, например, неделю-две назад, площадь Мерепе имела ряд отличительных особенностей, которые присутствуют и на сегодняшний день. Это там остановка новая появилась, долго до выбора и далее. Они сказали, что фотография не свежая. Мне стало интереснее, то есть как так получается. Вроде фотографии, вроде люди, вроде митингов, вроде там сильно много людей, но фотография, все говорят, я понимаю, что это не объективная информация, это искажение будет, это скорее всего Photoshop, либо фотография намного раньше сделанная. Запустил Google поиск, в разделе картинки и нашел эту фотографию на сайте Аплотинфо. Исходник этой фотографии взят был, фотография до сих пор по сцене, но вчера она была еще на сайте Аплотинфо, датирована 2013 годом. Это был митинг против создания в Мерепе, конкретно против Шелкостанции, в Аклаборатории. Его проводили примерно те же люди, тоже там было много коммунистов, там были люди, которые в том году активно поддерживали пророссийскую позицию, это там Геннадий, если не ошибаюсь, Макаренко, которая до сих пор находится в Харькове, но старается достаточно, так сказать, обтекаемо продвигать пророссийские свои взгляды. Находится, как я подозреваю, под контролем СБУ, но в них нет прямой пулик, поэтому они до сих пор не задержаны и, скажем так, не осуждены. И получается, этот диеток вышесказан, но в результате того, что я увидел по сцене ситуацию в Мерепе, где была взятая фотография в 2014 году, она была обработана в фотошопе, эту фотографию мы готовы предоставить, в принципе, скорее всего, предоставим сегодня сравнительно фотографии, исходите, фотография, которая была на обозначенных интернет-ресурсах. Там просто были скопипастинные языком современном люди в фотошопе, просто достали помененный флаг, там был исходный флаг России, еще какой-то флаг, они были заменены на флаг Украины, флаг Харьковской области, еще какой-то флаг. Ну вот, составлена там была Александровская с плакатом проекта «Ословожающима», вот, собственно, в этом виде это было выложено в сеть, буквально неделю-две назад. Теперь по поводу того, по поводу вчерашнего события. Лично моя позиция такая, Сергей, в принципе, уже сказал, я просто коротко дополню. На мой взгляд, в Харькове политика, ну, так, пророссийская политика, которая проводилась в той весне, которую мы все наблюдали, участниками, которые мы невольно стали, она поменяла свой просто, ну, механизм, которым сейчас пытаются продвинуть российскую здесь пропаганду, он поменялся. На мой взгляд, люди, которые это курировали, не берут следить на это лично, а я вот как гражданин на точку рения, я не инспектор, повторюсь, что, видимо, в том году определенные люди поняли, что Харьков достаточно, ну, спокойно, достаточно стабилен, и здесь нет достаточно критических кормлассов внутренних и, именно, жителей Харькова, которые готовы штурмовать СБУ полноценно. Они заходили в СБУ, я видел стрим там уже Югдаева, где группа людей с антимайданом зашла в СБУ, их водили в СБУ, потом они куда-то пропали, информация, и, кстати, сейчас он где-то, он где-то, он где-то. Многие люди являются, когда слышат, что был запасан. Александр, спасибо, давайте вопросы на берегу, пожалуйста. Гидан. Гидан, выгодно. 0,50 сентября. 3 уточнения. Скажите, что у вас много ли там было людей, потому что проверил Минус? Человек, ну, студентов было от 30 до 40, они были организованы, то есть пришли с преподавателями, им там предложили обед, но могу сказать, что итогом нашей встречи, я говорил сразу, что для нас было важно повлиять именно на них, так что они увидели и осознали. Нас пригласили провести лекцию, после чего отмечившись, они пригласили вместе с преподавателем нас провести лекцию сюда в Каратин. Что говорили? потому что то, что они были замешаны в этом, улик как бы нет, там никто ничего не предъявлял. Кроме того, что они были замешаны как-то, то, что все знают, они что-то говорили такое вот противозаконное? Нет, конечно, они говорили, потому что мы пришли тоже в самом начале, мы дождались, когда приедет, то есть приедут все спикеры, госпожа Александровская увидела нас, мы пришли, обновенно зарегистрировались, все сели, естественно, риторика, мы внесли свои какие-то корректировки в ее риторику. Естественно, она говорила о экономических проблемах, как нам нужно из этого всего выходить, как хорошо все-таки создать свободную экономическую зону, но поднимать машиностроение и развивать сервис России. Ну, для России это не говорилось о том, что больше на их ориентирована машиностроение. Была крайне аккуратна в своих выражениях, мы все все прекрасно понимали. в любом случае, чтобы вы не говорили эти люди, как бы они там, и бы правильные вещи они не говорили, они не имеют права вообще никакого. Нет у них права, после того, как они сконтронировали себя, пытаясь провести войну, не то, что, ну, на какую-то политическую деятельность, я думаю, что с подмогом, да, и как общественным деятелем. Спасибо. Вы еще вопрос? Как сейчас? Можно ответить? Кобец Александровская, да, перепелиться, кто еще должен быть? Спасибо. Помните. И, как, ну, а, там, там, кстати, по поводу заявления, которое вчера озвучено, начали, и так далее. Дамись один нюанс. Там заявлено ряд людей, про это, я сейчас не помню, не помню, что я про этих людей услышал впервые, впервые, вчера буквально, они там реально не были. Я проверял, нашел, на них фотографии, страницы, там некоторые люди, подоплажные женщины, она это помощница, я там, я ее там не видел, сначала до конца, если там утверждение, этих людей не было, тем не менее, от них сделано заявление, что было кто-то про них. Я там еще была, ну, Чичина, депутат Курсовета, но она, скажем так, сразу же поддерживала нас, и то же самое, предложила провести эту форму, она согласилась с тем, что Александровская не имеет права, это дело, и предложила совместно провести какой-то подобный форум. Да, пожалуйста. То есть, если подобную тему тут обрывает экономическую самостоятельность регион, но другие люди, вы ничего против? Нет, конечно. То есть, если бы там выступили, из-за там какой-то экономист, то есть, именно, ну, экономический взгляд Александровская нам точно известен. Вспомните, я участие помощников в захвате предприятия Турбата, которые имели государственные контрольные политические акции, но, тем не менее, помощники Александровской имели там с охранными структурами захватывать, и, опять-таки, причастность ее даже к этому говорит о том, что, ну, она точно не хочет, не хочет никаких изменений в этой стране. А по поводу экономических зон, по-моему, все знают уже, это было еще в конце 90-х, начало двухтысячных, когда были приняты эти свободные экономические зоны, которые, по сути, явились, ну, налоговыми дырами, через которые все олигархи уводили деньги с украины. Идея для вас это уже не приемлемо? Нет, почему не приемлемо? В той же иной степени мы, как бы, на возвратах старому быть не можем. Мы как-то как раз си доказательством того, что они не хотят нового, они просто в свое старое под другим этим, пытаются лет назад. Пожалуйста, следующим вопросом. А что конкретно они там предлагали? Уже, было без нас, что-то уже принято? Да не было в том-то среде, ничего принято. Не было ничего принято. Она спала по... У госпожи Александровской был, ну, спич, скажем так, вступительный, она пыталась показать, какая она хорошая, как она там с патриотства Упраимы, с патриотства Упраимы уже встала. И все там все закончилось. После того, как мы дали ей возможность это сказать, мы вышли, старались, перелись, вы сказали свою политику, позицию на счет нее. И прямым текстом сказали, что мы готовы к любым обсуждениям, но ваша личность в этих этих вопросов просто не верил все даже хорошие, может, не знаю, что хорошие будут. Мы категорически против. Ваша цель была пресечь, разогнать, вот, контакт, как вы сказали. Моя цель была прежде всего не дать возможности ей повлиять на вот тех студентов, которые привели, на которых привела, и объяснить, и показать его очередь, что у нее нету больше никаких, никакого политического будущего тут у нас приема. неудача. еще вопрос есть, всегда, пожалуйста. Наверное, подразумевалось, может, влияние не только на студентов, с какой целью, тем не менее, вы говорите, что вышли в СМИ материалы о том, что конференция состоялась, что были подписаны там, как будто-то, ютубер, что-то, 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 планировали в умеялись. Это невозможно проверить, если на мероприятии, в которых они не уносили, у вас практически нету никого из представителей. Мы стали такой объективным, для того, чтобы стать второй частью висок, мы там, где присутствовали, чтобы получить объективную картину, соответственно, дать объективную, ну, как объективную, но придать этому процессу в статусе более объективным. Добавлю к вопросу, Юлька задавала вопрос, что конкретно там говорилось. Я обратил внимание на один слайд, я просматриваю видеоматериал вечером, после этого вышел. Там, в принципе, слайд, и окрестно указывалось, ну, салононизируем, но там была цитата «Киевская власть», суть цитата возводилась в том, что она, лишь киевская власть, мешает развитию экономическому и всем остальному в Харькове. То есть, конкретная риторика в сторону того, что киевская власть это цитата, это не я придумал, это есть, у меня есть «Киевская власть» и «Отдельная власть». Именно это термин «рисусство». Еще вопросы у нас, коллеги. Спасибо, тогда будем заканчивать. Смотрите, если кому-то нужно видео, я могу сейчас вам спросить на фрешке, пожалуйста. И по поводу материалов, я лично исполнил статьи вчера, Александровская отбиваешь, и выпадает 112 канал, корреспондент сегодня редко. Зачем она все тут делала? Я так понимаю, что нужно было просто показать какую-то значимость сурфу, что оно произошло. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.